Глава 2. Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России, или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явление истории без понятий о случае и о гении. Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель – величие Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель – распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель – прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что кроме истребления людей и их богатств, есть другие, более целесообразные пути для распространения цивилизации. Почему же это случилось так, а не иначе? Потому что это так случилось. Случай сделал положение, гений воспользовался им, говорит история. Но что такое случай? Что такое гений? Слова «случай» и «гений» не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое-то явление, думаю, что не могу знать, потому не хочу знать и говорю случай. Я вижу силу, производящую несоразмерные с общечеловеческими свойствами действия, не понимаю, почему это происходит и говорю «гений». Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к ковсу, и что этот именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей. Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей. Стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливается, то, по крайней мере, они будут знать, что все, случившееся с бараном, случилось ненечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении. Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц. Нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которые они производят, и не нужны будут нам слова «случай» и «гений». Стоит только признать, что цель волнения европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах. Сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий. И нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица, иначе как такими же людьми, как и все остальные. И не только не нужно будет объяснять случайностью тех мелких событий, которые сделали этих людей, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы. Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как и ни к одному растению, нельзя придумать других более соответственных ему цвета и семени, чем те, которые оно производит. Точно так же невозможно придумать других двух людей со всем их прошедшим, которые соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить.